Отлично отношусь. Только у меня паспорта нету, чтобы... А планируете делать? Ну, конечно, планируем. А как же? За границу надо всегда. Я думаю, что есть у нас проблемы в стране более важные. Те, кто хотел, кто-то ездил до и после этого. Приходиться он, конечно, может, но я думаю, что есть другие приоритеты. У всех много своих проблем разных. Проблемы надо решать параллельно. И я считаю, безвиз это большой плюс для нашей страны. В том числе в отношении к Украине европейцев. Он актуален, но не более важен, чем, допустим, какие-то соцвопросы. Там зарплаты учителей, пенсии, допустим, или медицинская, образовательная сфера. Потому что в любом случае это важнее то, что у нас здесь происходит, чем то, что мы теперь можем сваливать отсюда или куда-то ехать. Ну, то есть, конечно, лучше бы было, если бы сначала здесь порядок навели, а потом открыли. Но раз уже открыли, то замечательно, теперь здесь еще порядок наведем, чтобы не только мы туда, но и к нам сюда еще хотели приезжать. На практике отримания біометричного паспорта, за допомогою которого можно без проблем перетинать украинско-европейский кордон та подорожевать, виявилося дещо сложнее, а не ж про это говорят чиновники. Планировал, но установлено прием документов в административном центре Казань и услуг. Поэтому даже странно, что режим есть, как бы уже до юра, а де-факто его нет. Тож думки одеситів розділилися, і кожного можно зрозуміти. И стареньку бабусю, которой спочатку пришлось розтлумачити, что таки без віз. Боже мой, я считаю, что это никаких проблем. Подумаешь, что так многие ездят, что ли? И молодых хлопцов, перед которыми все життя – яскраве та повне пригод. Валентин Блях, Роман Прийомихов, Факты.